В век информационных технологий потребность специалистов, которые могли бы обслужить интернет-рынок, возросла особенно. С этих слов начинает наше общение декан экономического факультета Технического университета Анатолий Радчук. Сегодня покупки и продажи в сети получили популярность. Приобрести вещи, заказать услугу или вызвать специалиста на дом теперь можно с помощью нескольких кликов мыши. Однако за внешней простотой и удобством для пользователя скрывается большая кропотливая работа программистов, экономистов, специалистов по пиару и менеджменту. В итоге целая команда. Теперь обучать АЗАМ всех этих направлений будут в рамках двух специальностей, которые в 2018 появятся в квалификационном перечне Технического университета – электронный маркетинг и экономика электронного бизнеса. По данным Комитета по статистике Республики Беларусь, более 97% предприятий нашей республики используют в том или ином виде информационные технологии при управлении, организации, производственной или коммерческой деятельности. Ну и кроме этого, в секторе компьютерных информационных услуг у нас количество предприятий уже более 4000, и по международному индексу Республика Беларусь является лидером среди стран СНГ по развитию компьютерных информационных технологий. И вот эти вещи вызывают то, что для субъектов хозяйствования требуется несколько иной подход, как к организации производственной, управленческой и коммерческой деятельности. Планируем мы набор на две новые специальности по одной группе. Пока лишь дневной формы получения высшего образования. Что касается предметов по централизованному тестированию, то их перечень идентичен с общефакультетскими. Абитуриенты будут подавать сертификаты по русскому или белорусскому языкам, а также иностранному и математике. Успешно освоив четырехлетнюю программу обучения, студенты получают квалификацию маркетолог-программист. Наш университет обладает несколькими такими сильными сторонами, которые, может быть, отсутствуют в других вузах. Первое. Наличие экономического факультета и четырех специальных кафедр экономического направления, которые могли бы полностью обеспечить преподавание всех необходимых специальных дисциплин по экономическому направлению. Второе. Это наличие у нас факультета электронно-информационных систем. И на этом факультете шесть специальностей именно IT-направления. И на этом факультете у нас три кафедры, которые обеспечивают, прежде всего, дисциплины, связанные с программированием или информационным обеспечением. Строительный факультет в 2018-м также готов предложить абитуриентам нововведения. Здесь открывается специальность архитектурный дизайн. Для того, чтобы претендовать на зачисление, абитуриенты должны будут представить приемную комиссию, сертификаты о прохождении централизованного тестирования по русскому или белорусскому языкам, а также математике. Кроме того, как и на специальности архитектурного направления, для поступающих на архитектурный дизайн пройдут вступительные внутривузовские творческие экзамены. Учиться на дневном отделении студенты будут шесть лет. Однако после будут иметь большие возможности для трудоустройства. Мы открываем для абитуриентов и для будущих наших студентов новые области для применения их знаний. Архитектурный дизайн будет касаться не только объектов строительных, зданий, сооружений. Мы будем касаться проектирования среды, ландшафтного дизайна, интерьеров, экстерьеров, архитектурная светотехника, то есть освещение искусственное. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.